всем привет сегодня у нас дождь идет хочу сказать огромное спасибо тем людям которые ранее подписались и кто подписался со вчерашнего дня очень приятно очень спасибо большое прямо немножечко мы стартанули в подписках вот а наши красавицы вот теперь втроем стали сидеть по всей видимости и третья наша гусенька хочет тоже на яички сесть ты моя девочка такие красавицы сидят пока стёпа бегает на улице мы здесь снимем немножечко курочки забежали промокли немножко петюха ты не у себя ты к себе иди здесь не твое хозяйство наши красавчики гусики уже сколько там 48 49 дней отдыхают лежат налопались воды надулись и сегодня воздух такой чистый свежий прям чудесно хочу показать вам вот эту вот курочку живущую в нашем хозяйстве вот такая интересная усатая бородатая такая маленькая на ногах курочка вот такая красавишна молчунья сама по себе и вот это вот молчунья у нас несет вот такие вот яйца яйцо которое посередине оно такое за луженое остроконечное такие яички я не беру на инкубацию ну вот очень бы хотелось бы узнать будет ли оплодно потому что я вижу что петушок с ней работает топчет и и он спинка видно что она топтана ну и вот будет ли вывод с этого яйца в интернете очень много разговоров и всяких статей и видео сняты по поводу инкубации таких яиц как определить кто вылупиться курочка или петушок с этого яйца вот и сегодня мне попалось такое видео где девушка рассказывает что если у яйца это деревенский способ такой если у яйца при просвете воздушная камера находится сбоку от центра яйца значит это будет петушок макрушки такие бегают но не загонишь их сарай ну так вот продолжаем если же воздушная камера находится ровно по центру значит это будет курочка и вот мне интересно действенный ли этот способ проверки у нас есть на данный момент два заложенных инкубатора с гусиными и индюшинными яйцами и второй который мы с вами закладывали 18 числа 18 марта и вечером я хочу посмотреть некоторые яйца и пометить по поводу вот этих вот воздушных камер по вылупу мы потом определим точный ли этот способ определения курочки петушка по яйцу ну и в следующую инкубацию мы обязательно попробуем вот такое вот яичко заложить которая середине это вот галашечки несут ухи и люйка и рогашечки мои вот такое зелененькое яичко вот попробуем все таки вот такие вот яйца от этой чудесной курочки заложить потому что кушает она мало сама она такая маленькая компактненькая тихушница вот и как бы сделать небольшое стадо вот с таких курочек яйца несет исключительно молодец вот как начала она молодочка у нас как начала нестись и вот и не перестает но сейчас когда будет сезон леньки у нее конечно она до перестанет на какое-то время нас радовать своими яйцами ну а мы в свою очередь попробуем все таки проинкубировать это не девчонки вот это вот зеленое яйцо снесла вот эта курочка давай попозируемая девочка тоже компактненькая курочка рука на но так как они у меня поместные она тяжелая как обычная домашняя курочка она весит где-то около двух килограмм несется исключительно тоже каждый день вот такие интересные яйца про такие яйца вы можете посмотреть на интернете насколько они полезны но на мой взгляд обычное яйцо домашнее яйцо само по себе вкусное и это тоже такое же вот они мои красавчики вдвоем ходят мои гусики трусики и бусики это степа и будь буся ходит а те две дамы три дамы у меня сидят на яйца прямо-таки не знаю надо как-то им гнезда сделать отдельные чтобы они не мешались друг другу ну пока не удается я им делаю новое гнездо они обязательно их соединят яйца по перемешают 1 к себе тянет другая к себе тянет а сейчас их трое вот и неизвестно что будет с гнездами поэтому сейчас первый раз то что они у меня сели это примерно 11 месяц 10 11 месячные гусики которые вот занеслись у меня в декабре месяце и до сих пор они несутся мы уже проинкубировали их яйца вот эти маленькие молодые гусики которые сидят в сарае я вам их показывала это их потомство вот и будем ждать еще что нам инкубатор даст и плюс эти трое гусыньки хорошо что гусыньки сели это радует но теперь они не будут нести яйца только одна буся будет нести ну вот мы дома и возле нашего инкубатора которые мы заложили 18 марта но здесь были доложенные яйца которые у нас были дня 4 вперед как заложены в первый инкубатор где у нас гусиные и индюшинные яйца они там на 4 дня раньше были заложены вот теперь когда мы собрали этот инкубатор мы их переместили сюда поэтому на днях завтра послезавтра где-то у нас начнется первый вывод уже в этом инкубаторе все-таки хочу проверить действенный ли прием определить по яйцу курочка или петушок возможно это нужно было раньше сделать до закладки в инкубатор но мы попробуем уже на последних днях инкубации некоторые яйца мы пометим карандашиком а потом при выводе будем помечать цыпленка там зеленкой там или йодом там пушок их не курочку будем помечать значит краю каким-то цветом петушков будем так оставлять и будем дожидаться когда у них вырастут крылышки или же хвостик чтобы подтвердить правильность или насколько этот действенный прием поэтому отключаем инкубатор и продолжаем